Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации. Расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Югорские врачи в больнице Макеевки спасли ногу добровольцу из Гвинеи. Нижневартовские поисковики Волгоградской области подняли останки более 30 бойцов Красной Армии. Ветераны СВО вышли на лёд с молодёжной командой «Юграследж» в рамках проекта «Герои нашего времени». И обо всём подробнее прямо сейчас. Югорчанка беременна уникальной тройней. Этот случай один на 200 миллионов. Первый скрининг будущей мамы в Нижневартовском перинатальном центре показал, что у неё три эмбриона. Каждый в своей амниотической полости и на всех одна плацента. Так что малыши будут абсолютно идентичны, как три капли воды с одинаковыми ДНК. Монахориальная триамниотическая тройня в одной плаценте – это фактор риска. Однако медицина шагнула далеко вперёд, и врачи успешно справляются с введением таких уникальных случаев, комментируют в окружном департаменте здравоохранения. Отмечу, что у югорчанки – это третья беременность, наступившая с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи из Ханты-Мансийского автономного округа продолжают работу в лечебных заведениях подшефной Макеевке. Новая смена – непростые задачи в военных условиях. И не совсем обычные пациенты. Хирургам пришлось спасать от неминуемой инвалидности бойца-добровольца, который попал на фронт из Африки. Говорит только по-французски. Где ты получил рану? 20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольцем несколько месяцев. За это время русский успел выучить совсем немного, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. На ломаном русском и жестами рассказал, как был ранен. Три друна. Три друна в Форест. А потом мой труп и командир. Мой сюда. У Камара вполне рядовая история на этой войне. Атака вражеских дронов, множественные осколочные ранения. Только через сутки его нашли однополчане и доставили в госпиталь. Где он попал в руки врачам из Югры, уже в очень плохом состоянии. У пациента из-за минно-взрывной травмы рана. Средняя треть, нижняя треть бедра. Несвежая, инфицированная. У него образовалась псевдоневризма поверхностной бедренной артерии, что в дальнейшем привело к ее разрыву. Оперировать пришлось очень сложно. Почему? Потому что в данной больнице не предусмотрены сосудистые операции. Поэтому, как говорится, импровизировали. И что бы было, если бы эту операцию не сделали? Ампутация. Высокая ампутация на уровне верхней третьей бедра. По сути, наша задача была спасти человеку ногу. Ну да, как видите, нога теплая, он ею шевелит. Андрей Второшин – хирург опытный. В Нижневартовске отделением заведует. Здесь тоже отдыхать не приходится. Как хирург, вы много работали? Хватает. Как бы за все время только один день был, чтобы мы не оперировали в операционной. Так, каждый день. Усилия хирурга, который, по сути, спас бойцу ногу, он оценил высоко. Хорошо. И он работает нормально. Виталий Сопрыкин, Курпунт телекомпании «Югра» в Макеевке. Собственную навигацию открыли в водном подразделении МЧС. С началом теплого сезона сотрудники государственной инспекции по маломерным судам приступили к патрулированию водоемов «Югры». В Нижневартовском отделении ведомства открытие навигации совместили со спуском на воду нового катера, который осенью прошлого года получили спасатели. Эта модификация создана специально для МЧС. Крейсерская скорость катера 55 км в час, но он способен разгоняться и до 70. Легок в управлении даже на волне до двух баллов, так как имеет гидроусилитель руля. Плавсредство можно использовать не только для патрулирования, а еще для поиска и спасения людей. Его оборудование включает тепловизор и эхолокатор. Кроме этого катера во флот спасателей входит моторная лодка, которую используют для работ на мелководье. Территория ответственности местного отделения ГИМС, Нижневартовск и Нижневартовский район. Наш катер, во-первых, будет помогать при осуществлении правопорядка на реке Опь, также на реке Вах, Агане и все сопутствующие протоки, которые у нас сходятся в реку Опь. Я думаю, везде, где нам будет позволять глубина использования этого катера, мы везде будем на нем ходить. В Югре открывается сезон летних кафе и веранд. Обед на свежем воздухе притягивает тысячи угорчан. Немногие могут пройти мимо палаток с ароматным шашлыком или веранды, украшенные цветами. Но специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона быть внимательными. Для приема пищи лучше выбирать заведение с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Следует обратить внимание на внешний вид официантов и поваров. Униформа должна быть чистая, аккуратная, обслуживающая персонал без явных признаков заболеваний. Помимо этого, любое кафе должно быть оборудовано санузлом и раковиной для мытья рук. Напомню, в России в данный момент действует мораторий на проверки бизнеса. Это касается и места общепита. При этом Роспотребнадзор вправе провести внеплановую проверку после отравления клиента при наличии разрешения от прокуратуры. Но для этого необходимо собрать доказательства. После того, как вы обратились в медицинскую организацию, у вас на руках есть медицинское заключение, где вы четко должны рассказывать свой эпитономность. Где, когда, что вы ели, в какое время. Это очень важно, вы должны это запомнить. Второе. Для сбора доказательной базы, конечно же, вы не выбрасываете чек. Ну, конечно, в 21 веке не все чеки хранят. Соответственно, можно предоставить выписку из банковской карты. Более того, каждый гражданин имеет право обратиться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора жалоба обращения по данному факту. Проснулись и опасные. Эксодовые клещи охотятся на югорчан. Сезонная активность паукообразных особенно заметна в апреле, мае и июне. А снижается их интерес к человеку лишь в сентябре и октябре с наступлением более холодной погоды. Сейчас же высокая вероятность быть укушенным. К примеру, в ОКБ Ханты-Мансейска с начала эпидсезона обратились более 30 человек. Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 8. Специалисты напоминают, что самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В данный момент в окружной клинической больнице предлагают экстренную вакцинацию или ревакцинацию. Также важны меры предосторожности при посещении леса, дачи или пригородных зеленых зон. Нужно использовать специальные репелленты, проводить самоосмотры и проверять домашних животных. При обнаружении клеща на теле его необходимо максимально быстро, но аккуратно снять, медленно выкручивая, а затем обратиться за медицинской помощью для получения экстренной профилактики. Паукообразное надо принести на исследование. Клещи могут быть переносчиками энцефалита, болезни Лайма, а также рикетсиоза. Останки более 30 бойцов рабочей крестьянской Красной Армии обнаружили поисковики сводного отряда из столицы Самотлора в этом году. Накануне нижневартовские участники вахты памяти вернулись из Городищенского района Волгоградской области, где они с 19 апреля по 12 мая проводили раскопки в местах сражений Великой Отечественной войны. С поисковиками Центра Патриот встретился Михаил Светошев. В этом году в ежегодной экспедиции вахта памяти приняли участие 12 поисковых отрядов из Нижневартовска. На месте раскопок они работают сообща. В общей сложности сводный отряд вартовчан поднял останки 31 погибшего солдата. Главная удача поисковика вместе с телом бойца найти солдатский медальон, где указаны его личные данные. Найдены три солдатских медальона. Деревянный, металлический и бакелитовый. Первые два, к сожалению, не удалось прочитать, потому что деревянные и металлические медальоны имеют свойство быстро разлагаться, ржаветь. И, соответственно, все записки в них истлели. То есть устранить личность бойца, к сожалению, не удалось. Бакелитовый, третий солдатский медальон, был отправлен на экспертизу. Участники экспедиции в основном это школьники и студенты. В поиске тел непохороненных бойцов, которых считают пропавшими без вести, для них не хобби, а долг. 14-летний Артем Колесников в своей школе серьезно занимается музейным делом, которое привело его в поисковое движение. Мне педагоги уже с Патриота, где я тоже обучаюсь, предложили поехать в поездку, поучаствовать в поисковом отраде Самотлог. Год назад вступил в поисковый отрад Самотлог, до сих пор в нем стою. Мне это понравилось, мне интересно. Для меня тоже важно поднять и восстановить имя погибшего бойца во время Великой Отечественной войны. Изучать историю не по учебнику, а непосредственно на месте событий. Вот еще одна из причин, что привлекает молодых людей в поисковое движение. А еще возможность получить новые и интересные впечатления. Нашел много хороших знакомых, познакомился с многими людьми, посетил город Волгоград, посетил множество музеев и закрепилось в памяти очень много, то есть как проходила война. Из экспедиции поисковики привозят не только впечатления, а еще такие вот зримые артефакты, немые свидетели прошедшей войны, остатки боеприпасов и личные вещи бойцов. Находки служат не только экспонатами музея. В Патриоте их используют еще в качестве учебных пособий для подготовки поисковиков. Поездка в экспедицию – это только вершина айсберга, итог постоянной в течение всего года работы. Перед тем, как отправиться на раскопки, участники отрядов проходят обучение. Мы в течение года ребят готовим к этой экспедиции, изучаем историю Великой Отечественной войны, какие страны участвовали, что было. Начиная от пуговицы, от маленькой страны, участниц этой Великой Отечественной войны, заканчивая оружием, техникой. Все это ребята узнают. Обучение продолжается и в экспедиции, где ребята получают навыки походной жизни и умение работать в команде. Чему-то новому научился? Конечно. Расскажи. Ну, в первую очередь мыть казаны, это 100%. Второе – копать, ну это… Жить в палатках при холодных температурах. Вместе с вартовчанами в этом году на территории Городищенского района работали более тысячи поисковиков из 30 регионов России. За время экспедиции общими усилиями удалось поднять 772 бойца Красной армии, а также 72 солдатских медальона и предмета, по которым можно установить личности погибших бойцов. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Доход Сургута вырос почти на 185 миллионов рублей. В основном за счет дополнительных субсидий экономии. Большую часть денег город планирует направить на обеспечение безопасности муниципальных учреждений, ремонт дорог и благоустройства. Планируемые изменения обсудили на заседании Комитета Думы по бюджету, налогам и финансам. Так, около 13,5 миллионов рублей направят на замену системы видеонаблюдения филармонии и Олимпии и обновят устаревшую пожарную систему в Югоре. Около 114 миллионов рублей пойдут на устранение повреждений дорожного полотна, оборудование остановок, системы «Говорящий город», ремонт остановочных комплексов. А еще дополнительные деньги направят на капитальные ремонты детских садов и школ. Окончательное решение по предложенному плану изменений в бюджете депутаты примут на очередном заседании, которое состоится в конце мая. Также народные избранники рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Сургута за 2023 год. Искажения консолидированной бюджетной отчетности, имеющих существенный характер и значительно влияющих на ее достоверность, в ходе внешней проверки не выявлены. В заключении отмечены отдельные случаи несоблюдения методологии бюджетного учета в виде планирования и отчисления расходов по неверным кодам и статьям бюджетной классификации. В связи с чем предлагаем принять меры по усилению и обеспечению совершенствования системы внутреннего финансового контроля и финансового аудида. Информацию о реализации предложения ожидаем до 14 июня. Прошу администрации города его проработать. Информацию о результатах рассмотрения направить в контрольный счет на палату города и позднее установить заключение. Развитие предпринимательства и, самое главное, социального предпринимательства, как одного из наиболее важных секторов национальной экономики, обсуждали специалисты из Югры и Донецкой Народной Республики. Игрочане, которые уже более года занимаются развитием подшифной территории Макеевки, привезли методики, которые помогут становлению бизнеса в регионе. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике работает порядка 47 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Чтобы понять, насколько эти люди важны для региона, назовем цифру. 20% всех налоговых поступлений в казну идут как раз от них. Югорчане, которые уже второй год занимаются реконструкцией Макеевки, поделились своим опытом работы с такими предприятиями, в том числе социальными предпринимателями. Думаю, что эта территория как раз в первую очередь будет востребована по социальным услугам. Поэтому на это обращать внимание нужно в первую очередь. Здесь как раз в помощь пойдут социальные предприниматели. Ведь не только те услуги, которые прописаны сегодня в тех нормативных документах, но и сопутствующие услуги, которые также могут оказываться на платных условиях. Для понимания, в какую сторону надо двигаться тем же органам госвластия, какие проекты выстрелят в первую очередь, и в чем заинтересованы сами люди, разрабатывается так называемый социальный профиль муниципальных образований. В округе он уже есть. Он складывается из опросов населения, малого и среднего бизнеса. Отдельно организуется интервью с ключевыми компаниями муниципалитетов. На основе этой информации рождается план развития. Здесь задача наша, в первую очередь, это поделиться опытом. Сегодня инвестиционное профилирование, которое, кстати, опять же, в Ханты-Мансийском округе уже проведено в 2023 году, это один из, наверное, последних таких инструментов для развития муниципалитетов. И вот мы делимся этим опытом. То есть как прорабатывается вопрос, как с низов от людей поднять эту информацию, систематизировать в отдельный документ. Ну и плюс отдельно у нас еще будет сформирован некий объем мероприятий, улучшающих деловую среду на территории. Сейчас к социальному предпринимательству относятся и услуги, скажем, спортивных и развлекательных учреждений. Но поле для деятельности огромное, со своими нюансами. В нашем регионе, на сегодняшний момент, будем говорить, после специальной военной операции, много людей с ограниченными возможностями. То есть, возможно, здесь это и помощь, и оказание помощи таким людям. Производство каких-то аппаратов, трудоустройство, плюс трудоустройство таких людей. Я считаю, что это актуально сегодня. Сейчас основная задача власти – понять, на каком этапе социальному предпринимательству нужна особенная поддержка. В этом помогут как раз специалисты из Хантамансийского автономного округа. Виталий Сопрыкин, Курпунт, телекомпания «Югра» в Макеевке. Югорских педагогов вознаградят за классное руководство. Размер выплат определили на заседании окружного правительства. Так, сумма вознаграждения будет связана с численностью населения в территориях. По 5 тысяч в месяц за классное руководство будут получать специалисты, которые работают в образовательных организациях города с населением 100 тысяч и более. По 10 тысяч рублей в месяц, если в населенном пункте проживает менее 100 тысяч человек. Повышенная выплата классным руководителям коснется практически половины действующих на сегодня специалистов. Перечисления будут производиться за счет средств федерального бюджета. В то же время все региональные выплаты сохранятся. Накормят знаниями и мотивацией во время бизнес-завтраков и деловых бранчей. В «Югре» всю эту неделю проходят Дни предпринимательства. Окружной фонд поддержки «Мой бизнес» организовал встречи в разных городах региона. На них абсолютно бесплатно можно научиться чему-то новому или получить компетентный совет. Так в Сургуте и Ханты-Мансийске на бизнес-завтраках предпринимателям расскажут, как делегировать обязанности сотрудников на модной нынче нейросети. А на деловом бранче для женщин-предпринимателей дам ожидает мастер-класс по этикету. Началась неделя с неформальных встреч студентов с уже реализовавшими себя бизнесменами в формате под названием «печа-куча», то есть «болтавня». У молодежи и спиктеров небольшая разница в возрасте, что доказывает, что не обязательно ждать подходящего момента, чтобы открыть свое дело и иметь диплом финансового аналитика. Например, своим опытом со студентами делился Богдан Золотухин. Он известен тем, что разрисовал пол Сургута граффити. У каждого из вас в жизни, и у нас взрослых, там, у тех, кто здесь сидит, всем будет встречаться один большой обман. Это выражение, что не все так просто. И все вокруг всегда будут вам повторять, что не все так просто. А смысл в том, что на самом деле все очень просто. Поддержка бизнеса в нашей стране осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Его инициировал президент России Владимир Путин. Во время неформальных встреч с молодежью у студентов была возможность обсудить свои идеи с опытными бизнесменами, получить совет, а может быть и заинтересовать потенциальных инвесторов. На мой проект касается… он не коммерческий, в отличие от тех, что сейчас рассказывают. Наш проект посвящен популяризации жестового языка среди студентов. Жестовый язык – это язык, которым общаются глухие и слабослышащие люди. И наша команда создала телеграм-канал, которым могут пользоваться все именно слышащие люди, чтобы облегчить коммуникацию с людьми с особенностями слуха. У нас проект про эту самую библиотеку. Мы создаем каталог, который позволит найти подходящую для студентов литературу, потому что здесь тысячи и тысячи книг, и среди них найти что-то необходимое даже с помощью агрегатора библиотеки бывает сложно. И мы решили упростить это для студентов, которые ищут, например, источники срочные или просто что-то почитать. Ветераны СВО сыграли с молодежной командой «Югра Слэдж». Центр адаптивного спорта «Югры» в рамках марафона мероприятий «Герой нашего времени» знакомит участников спецопераций с разными видами спорта. Легкая атлетика, стрельба из лука, настольный теннис, бильярд, армрестлинг, волейбол, сидя и, конечно, слэдж-хоккей. Это те дисциплины, которые уже испытали на себя ветераны боевых действий. Многие из них выбрали для себя занятие по душе. Для многих из них это не просто досуг, а способ начать жизнь с чистого листа. Подробности в следующем сюжете. Слэдж-хоккей – спорт настоящих борцов. Его главное отличие от обычного наличия саней и дополнительной второй клюшки. Это и делает игру доступной для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Центр адаптивного спорта стал развивать это направление пять лет назад. Тогда и появилась сборная команда Югра Слэдж. В нее вошли дети и подростки с разными диагнозами. В основном это ДЦП. Это физическая нагрузка. За счет того, что дети сидят на санях, это очень активная активация мозжечка, головного мозга, координация. И дети, естественно, начинают развиваться и больше двигаться. Во-вторых, это лед, сочетание холода. Это все-таки тоже закаливание, определенная нагрузка на дыхательную систему. И дети, естественно, меньше болеют. Ну и вообще, в принципе, мы когда начинали эту программу в 2019 году развивать, родители детей с ДЦП, они были очень удивлены, что их дети, казалось бы, с такими тяжелыми поражениями, могут вот так вот играть. Как было и как стало, точно знает Валентина Суркова. Ее сыну Андрею через несколько дней исполнится 18. Пять лет назад мальчишка с тяжелой формой ДЦП едва держал в руках клюшку. А о том, чтобы сдвинуться с места в санях, говорить не приходилось. Сегодня за тренировку Андрей проезжает пару кругов. С трудом, но сам. Вот на тренировках мы отталкиваемся, пытаемся уже шайбой работать, даже можем забить. Потихонечку, с усилиями, но можем даже забить эту шайбу. Как бы очень укрепилась у нас спинка, руки стали более… Он стал более внимательнее, то есть ответственнее относиться к этому. Но пропускать тренировки мы не собираемся. Как говорится, мама говорит, сынок, может, не поедем? Нет. Глаза, как говорится, мама встает, мама едет. Мотивация у юных следж-хоккеистов есть. В Югре есть своя команда, которая представляет паралимпийский вид спорта на соревнованиях. И к этому стремится каждый, кто выходит на лед. На этот раз корт с детьми делили ветераны специальной военной операции. Проект «Герои» нашего времени Центр адаптивного спорта запустил еще в марте. За это время бойцы на себе попробовали разные виды спорта. Мы знакомим ребят с нашими спортсменами, с паралимпийскими чемпионами, чемпионами России, международных соревнований. И они видят, что, в принципе, да, случилась какая-то беда, но при этом жить можно дальше. И также у нас особенностью именно второго этапа является проведение еще и медицинской реабилитации. И ребята в процессе сборов еще проходят различные физиопроцедуры, массажи, а также занимаются с инструкторами ОФК. Спорт, он всегда помогает в любом, хоть и дома заниматься, хоть где, он помогает везде. А Центр адаптивного спорта, он дает условия этим заниматься. Вчера был ровно год, как я вылетел на Россию. Жизнь поменялась? Жизнь полностью поменялась. Началась с чистого леса. Было обалденно, так понравилось очень. Вообще слов нету, одни эмоции. Детки молодцы, вообще так играет хорошо. Ну, видно, что тренируются профессионалы все. Мы как бы первый раз встали на эти санки. И безумно, безумно, да, тяжеловато равновесие держать на поворотах особенно. Иван Хныкин из Сургутского района. Один из 26 ветеранов боевых действий, для кого и собрали этот марафон. В боях за Солидар и Бахмут югорчанин получил осколочные ранения плеча и головы. Сейчас его жизнь и правда началась с чистого листа. И в ней, похоже, появилось новое увлечение – стрельба из лука. Кто знает, возможно, спустя время боец найдет себя в этом. И прославит свой край, но уже на спортивном поприще. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал «Югра», Сургут. Усатый полосатый пожарный, а вернее пожарный, работает в Нягоне. В местной спасательной части уже год несет службу кошка по кличке Маруся. На боевое дежурство заступила, когда случайно забрела на территорию пожарной части. Некоторое время огнеборцы подкармливали бездомную кошку. Отвечая взаимной симпатии, Маруся решила навсегда завязать с уличной жизнью и заняла свое место в пожарном строю. Спасатели шили пушистой леди служебную форму и даже присвоили ей звание ефрейтора. Как отмечают пожарные, Маруся универсальный боец. Она чувствует настроение коллектива и всегда готова прийти на помощь, если кто-то нуждается в кототерапии. Кроме того, Маруся исправно ловит окрестных мышей и регулярно отчитывается о проделанной работе. Когда делаем утренние обходы с замначальником части, проходим, она всегда на обходах присутствует при нас. Проходим, ну сколько бы ни проходили по расстоянию, всегда рядышком. То есть с нами она не боится ходить по территории. Бывали, правда, случаи у нас уже и нападения. Это собаки приходили на территорию. Всем личным станом дежурного крова выбегали и гоняли по территории, чтобы ни в коем случае не допустить нападения на нашу кошку. Это уже член семьи наш, так сказать. Есть определенный ритуал, то есть подразделение 72-й пожарно-спасательной части по возвращении с пожара обязательно ее гладят. То есть это хорошая традиция. Во-первых, она успокаивает личный состав. Во-вторых, всегда можно почувствовать, в том числе и на рабочем месте, какой-то домашний уют. Животное активно, животное везде находится, со всеми контактирует. Игорчанам не хватает отпуска. Каждому пятому работающему жителю округа мало было оплачиваемых дней отдыха. К такому выводу пришел портал Суперджоп. Также каждый пятый за последний год воспользовался отпуском без сохранения заработной платы. 20% опрошенных югорчан в течение календарного года брали дни отдыха за свой счет. Например, на свадьбу по семейным обстоятельствам. Еще 5% респондентов рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении. Как поясняет юрист Суперджоп, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством. Но есть обстоятельства и категории сотрудников, которым компания не имеет права отказать. Стоит отметить, что чем выше доход опрошенных, тем реже они берут отпуск без сохранения зарплаты. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. Далее прогноз погоды и коммерческая информация.